как Великая Французская Революция. Эта самая Великая Французская Революция делит весь период истории Нового Времени на две части. Раннее Новое Время, которое охватывает XVII и XVIII века, и вторую часть Нового Времени, которую мы так условно называем Долгий XIX век. Я потом буду об этом говорить, этот самый Долгий XIX век, он хронологически не совсем совпадает с календарным XIX веком. Для того, чтобы просто вас не путать и для удобства, мы говорим о Долгом XIX веке. И вот как раз между этим ранним Новым Временем, между эпохой, когда в принципе еще по форме и государства были в основном и традиционные, и старые, даже в Западной Европе, в большинстве, во многих государствах еще сохранялась не просто монархическая форма правления, но и абсолютизм. Затем, с точки зрения социально-экономических отношений, тоже господствовали еще старые поземельные отношения феодальные, и в общество были сословными. А в принципе уже в период Долгого XIX века, после Великой Французской революции, действительно начинается очень мощная ломка старого порядка, ломка традиционных, феодальных, монархических устоев, формируются новые принципы и функционирования государства, и функционирования общества, новые экономические системы и так далее. То есть я хочу сказать, что французская революция, она имела, в общем-то, не только значение для Франции, не только значение для Европы, но и значение для всего мира. Не случайно революцию французскую называли и глыбой огромной, называли великим восходом солнца для всего человечества, но в то же самое время были люди, которые считали, что Великая Французская революция всего лишь ужасное царство Трора, это ужасное потрясение для Франции и для всего мира. Ну, было, все было, были и моменты позитивные, были и моменты негативные, конечно же, связанные с Великой Французской революцией, но вот просто я повторяю еще раз, многое из того, с чем мы сталкиваемся сегодня в такой вот политической, скажем, жизни, общественной жизни, ну, хотя бы взять самую элементарную вещь, деление политических партий и деление политиков на левых и правых, вот это все берет свое начало в эпоху Великой Французской революции, кто такие левые, а мы кто такие правые, хотя, конечно, у нас не всегда левые. Конституционными изменениями с правами человека, я напоминаю вам, что во Франции после 1774 года, после смерти Людовика XV, правил Людовик XVI, внук Людовика XV, и мы говорили с вами о том, что был этот человек по характеру неплохой, но как политик человек весьма нерешительный, и столкнувшись в годы своего правления с определенными проблемами, проблемами финансовыми, проблемами политическими, он не мог решиться, каким образом эти проблемы решать, то ли закручивать гайки, управлять по-старому, начинать какие-то реформы, проводить какие-то преобразования. А ситуация во Франции действительно становилась к концу XVIII века все более и более острой, все более и более напряженной, прежде всего по следующим причинам. Несоответствие политической системы, уровню общественного развития, когда вся власть, когда господствующее положение занимали представители привилегированных сословий, прежде всего дворянства и духовенства, все остальное население страны, так называемое. Третье сословие, они были, в общем-то, бесправны, они занимали подчиненное положение по отношению к привилегированным сословиям. Безусловно, и в то же самое время, это самое третье сословие, мы говорили с вами, было абсолютно неоднородно, и бедные крестьяне, это третье сословие, и, скажем, богатые промышленники и предприниматели, это тоже третье сословие, но с точки зрения своего социального статуса, с точки зрения своего положения в обществе, и те, и другие были абсолютно одинаковы, перед лицом дворянства, духовенства, перед лицом монархи, неважно, кто ты, бедный, так сказать, крестьянин, или богатый банкир промышленный, как бы все равно ты бесправен, потому что все равно твое положение в обществе четко определено, потому что есть дворяне, есть, так сказать, духовенство, есть привилегированные сословия. Естественно, это вызывало недовольство. Второй момент – это вопрос земельные отношения. Франция, я уже говорил, самая большая страна Европы. Франция – страна с преимуществ, хотя, конечно, там была уже промышленность, были крупные города, были промышленные предприятия, но все равно большая часть населения – это сельское население, это большая страна, это аграрная страна, и крестьяне, будучи лично свободными, страдали от того, что земля принадлежала сеньорам, феодалам, и за пользование землей эти самые сеньоры, феодалы, требовали уплаты разных повинностей, повинностей регулярных, которые взимались каждый год, повинностей так называемых казуальных, которые взимались по какому-то случаю, например, вступление в наследство или что-то в таком духе, и так далее, и так далее. Отношения здесь тоже были довольно сложными. Было, конечно, много и других проблем. И во Франции к 80-м годам 18-го века, 18-го, простите, века, к 80-м годам 18-го века складывается ситуация, которую, в общем, традиционно принято называть революционной ситуацией. Это такое немножко заезженное определение, революционная ситуация, но, в принципе, оно в данном случае подходит. То есть, когда низы общества перемен и не хотят жить по-строму, не хотят жить так, как, так сказать, исторически они жили, а верхи, имеющие в данный момент власть, прежде всего, политическую, и не могут по-старому управлять, не могут по-старому контролировать ситуацию в стране. И все это приводит в итоге к социальному взрыву, потому что активность общественная поднимается. Вы, в общем, представляете себе, что в любом обществе, даже если взять, скажем, наше общество, общественная активность, она бывает разная в различные периоды. Да, там, скажем, бывали, ну, вы, наверное, не помните, я помню, хорошо, может быть, некоторые здесь присутствующие тоже помнят, так сказать, вот были периоды, там, общественная активность была более высокая, там, в конце 80-х годов, да, там, в начале 90-х. Потом она снизилась, как бы, да, потом, может быть, она снова возрастет. То есть, в принципе, общественная активность, она переживает подъемы и спады. Вот здесь, во Франции в конце 80-х годов тоже мы имеем дело с подъемом общественной активности. С подъемом общественной активности. Вот эта ситуация, вот этот подъем общественной активности, вот этот кризис, он привел к тому, что правительство и король в 1789 году для того, чтобы как бы успокоить генеральные штаты. Генеральные штаты это такое средневековое собрание сословий, еще в средние века во Франции созывались вот эти генеральные штаты, представители сословий собирались, король к ним обращался и они обсуждали какие-то вопросы. Ну и эти самые генеральные штаты во Франции давным-давно не собирались и вот само по себе решение короля созвать генеральные штаты, вместо того, чтобы успокоить народ, оно как-то пробудило такую общественную активность. Транс, ничего это долго не проходит, первые выборы этих самых депутатов генеральных штатов. И народ проснулся, народ проснулся, стали выбирать депутатов, стали выбирать депутатов в генеральные штаты, стали составлять наказы этим самым депутатам. Надо сказать, что значительная часть населения тогда во Франции уже была грамотной. То есть там писали целые тетради жалоб, так называемые, каеды дулянсы, подготовка к выборам. Выборы состоялись зимой 1788-1789 годов. И в мае 1789 года в Версале, в королевской резиденции, эти самые депутаты сословий собрались. Ну, я не буду вас утомлять точными цифрами, они были не круглые, но так для себя можете просто пометить, что примерно половину депутатов составляли депутаты третьего сословия, и примерно по четверти депутатов составляли депутаты от дворянства и духовенства. От дворянства и духовенства. Ну, там точные цифры, может быть, вам и не очень нужны, но так и так примерно. Там было где-то 600, ну, чуть меньше 600 депутатов от третьего сословия, и примерно по 300, но тоже чуть меньше от первого и второго сословия. Ну, просто чтобы вы себе представляли порядок цифр. Король приветствовал депутатов, сказал, что вот он хотел бы посоветоваться с ними о том, как вообще жить дальше, как выходить из финансового кризиса, в котором в тот момент страна находилась, как вообще решать насущные проблемы, и в то же время сказал, что не хотел бы каких-то больших потрясений. Но на самом деле все получилось наоборот. Как раз созыв генеральных штатов, подъем вот этой общественной активности в стране и привел к такому вот социальному подъему и социальному взрыву. Вместо того, чтобы обсуждать те вопросы, которые предлагались королем, Национальное собрание решило обсуждать те вопросы, которые оно само хотело обсуждать. И первый вопрос, генеральный штат, извините, обсуждать те вопросы, которые они хотели обсуждать. И первый вопрос, который встал, это вопрос очень простой. Вопрос о голосовании. Как голосовать? Голосовать по сословиям или заседать вместе? Дело в том, что раньше, по традиции, каждое сословие, то есть дворяне, духовенство и третье сословие заседали отдельно. Они поэтому и назывались генеральные штаты, то есть собрание сословий. Значит, вот генеральные штаты, собрание сословий заседали отдельно. И раз они заседали отдельно, то каждое сословие отдельно обсуждало свой вопрос, он выносился на голосование и голосовали не по количеству депутатов, а по сословиям. Ну и при такой системе, неважно, сколько депутатов было у какого сословия, грубо говоря, каждое сословие имело один голос. И понятно, что духовенство и дворянство всегда были в большинстве, потому что их двое, а третье сословие одно. Тут вопрос, а давайте будем голосовать не по сословиям, а давайте будем голосовать по головам, по количеству депутатов. Поскольку количество депутатов было половина у третьего сословия, 25% у дворянства и духовенства, плюс ко всему некоторые дворяне и некоторые представители духовенства, в общем-то, сочувствовали третьему сословию, были готовы пойти на уступки, было понятно, что при такой ситуации перевес будет на стороне третьего сословия. И вот происходит первое очень важное событие. Генеральные штаты 17 июня собираются и говорят, что мы отныне не представители словий, мы отныне не будем называть себя генеральными штатами, мы не будем называть себя представителями сословий. Мы принимаем общее решение, согласованное решение объединиться и отныне мы будем представителями нации. Мы будем национальным собранием. Мы объявляем себя национальным собранием. Вот это очень важный момент в каком смысле? Это впервые, опять-таки, в истории нового времени, вообще впервые в мировой истории было таким, может быть, путем опытным, путем спонтанного решения сформулировано понятие о нации. Нации не как в этническом коллективе, не как о совокупности людей подданных, а о нации как об объединении граждан, гражданская нация. Нация, которая имеет своих представителей, нация, которая имеет свои права. Это очень важный момент, очень важное понятие для всего нового времени, для современного мира. У нас в русском языке, к сожалению, так получилось, что слово «нация» часто ассоциируется со словом «национальность». Хотя, на самом деле, это разные вещи. Нация – это именно гражданская нация, совокупность граждан, находящихся на определенной территории, имеющих там определенные права и так далее. Почему, собственно, часто крупные организации международные, ООН, например, называется не организация государства, хотя туда входят государства, по сути, а называется организация объединенных наций, имея в виду, что именно такие гражданские сообщества там присутствуют. И вот идея вот этого гражданского сообщества, она впервые подозвучала вот в момент Великой Французской революции, так сказать, о том, что есть единая нация, у нее есть представители, и вот эти представители собираются и являются национальным собранием. И будут обсуждать те вопросы, которые они считают важными для нации, которые они считают важными для всей страны, и вопросы там земельные, вопросы финансовые, вопросы политические. И здесь, опять-таки, по сути, бездарность Людовика XVI, да, Людовик XVI не может понять, что ему, собственно, делать с этими вот взбунтовавшимися депутатами, да, ему говорят, ну, разгоните вы их, да, так сказать, ну, чего с ними, так сказать, вот возиться, да, у вас войска, у вас сила, так сказать, у вас все, разгоните. Он не решается их разгонять. Хорошо, поддержите их, скажите, что вы одобряете, что вы, так сказать, вот всячески их поддерживаете, пусть работают. Ему и это не нравится, он и этого не хочет. Людовик XVI занимает самую такую, ну, в общем, извините за выражение, дурацкую линию поведения, так сказать, такого пассивного рибческого сопротивления. То есть он, как бы, пытается объяснить депутатам, что не надо обсуждать эти вопросы, а надо обсуждать вот те вопросы. Он уж совсем глупому, так сказать, пытается не пустить, ну, то есть дает приказ, так сказать, закрыть зал заседаний, где собираются депутаты, и не пустить этих самых депутатов в зал, где они работают. Вот, значит, депутаты, видя такое дело, значит, ну, собираются, идут там в соседнее помещение, соседним помещением это Версаль, дворцовый комплекс, там огромное количество помещений, они находят зал для игры в шары, ну, в спортзал, выражаясь, так сказать, современным языком, да, так сказать, находят какой-то пустой спортзал, так сказать, собираются в этом спортивном, ну, в зале для игры в шары, для игры, по-русски иногда говорят, для игры в мяч, на самом деле, не совсем мяч. Ну, не важно. Собираются вот в этом зале для игры в шары и говорят, что, так сказать, они, раз они, так сказать, вот встречают такое, так сказать, сопротивление, то они клянутся, что они не будут расходиться до тех пор, пока они не разработают новые законы для страны, до тех пор, пока они не разработают конституцию. Пока они не разработают конституцию. И затем, после вот этой клятвы в зале для игры в мяч, есть такая очень известная, в Эрмитаже есть копия, хорошая картина. Клятва в зале для игры в мяч, где вот эти депутаты в таких торжественных позах, значит, клянутся, что вот они будут служить народу, так сказать, до тех пор, пока вот все свои задачи не выполнят. И после этого они объявляют уже себя не просто национальным собранием, а учредительным национальным собранием, конституантой для того, чтобы вырабатывать новые законы для страны. При этом в своей работе национальное собрание, в общем-то, пользовалось поддержкой довольно широких слоев населения. Но вообще говоря о французской революции, надо иметь в виду, что, конечно же, очень большую роль в этой революции, ну и в этом специфика той эпохи, да, прежде всего сыграло население города Парижа, сыграло население французской столицы. Сами понимаете, что тогда средства коммуникации были еще не столь совершенны, да, связь между, там, скажем, провинциями, другими городами и столицей была не очень хорошая, да. В смысле, она была, конечно, уже даже световой телеграф существовал, но, в принципе, понятное дело, что там пока гонцы на лошадях или пока там эта информация, так сказать, передавалась, в общем, шло какое-то время. Поэтому все какие-то спонтанные решения, все какие-то самые быстрые реакции на те или иные события, они зависели, прежде всего, от населения столицы, да, потому что столица Париж, самый крупный город Западной Европы, и население Парижа, оно принимало, ну, как бы, самое активное участие, решающее часто участие в этих революционных событиях. Ну, и особую роль, как, так сказать, все признавали, да, сыграли простые парижане, да, понятно, что в Париже были и люди богатые, были люди, так сказать, средних слоев, были люди бедные. В Париже в то время уже было довольно много и рабочих, и мелких лавочников, да, подмастерьев, каких-то ремесленников, которые вели свое, так сказать, собственное дело, да, вот всю эту массу парижан, так, довольно, довольно пренебрежительно, богатые люди, богатые и знатные, прежде всего, люди, дворяне, да, называли санкулоты, парижские санкулоты, поддерживали учредительное собрание, поддерживали то, что происходит в стране, и король по совету своих приближенных в июле месяце решил навести в Париже порядок. В отправил в отставку некоторых, нескольких популярных министров, в частности, министра финансов Некера, и было принято решение о введении в Париж дополнительных гарнизонов войск. И вот это, в общем, такое довольно спонтанное решение, ну, послал в Париж войска и послал это его дело, дело короля, да, так сказать, направлять там свою столицу какие-то лишние войска, чтобы поддерживать там порядок. Ну, вот это вот известие о том, что в Париж идут королевские войска, оно как-то вызвало неожиданно совершенно, да, ну, в другой бы день, в другой ситуации, в другом бы случае, ну, съели бы это известие, ну, пришли войска и пришли, в конце концов, вводятся войска периодически в столицу. Вот, а тут оно вызвало такой вот подъем народного энтузиазма, скажем так, начались стычки, как бы парижан с королевскими гвардейцами прошел, как всегда, слух о том, что, так сказать, что-то недоброе, так сказать, замышляют против парижан. В городе, так сказать, ударили в набат и, так сказать, утром 14 июля 1789 года, так сказать, толпа парижан, так сказать, стала, стали собираться, так сказать, парижане и решили, что надо вот защищать город вот этих непонятно откуда взявшихся королевских войск, а для защиты города нужно оружие, нужно оружие. Оружие хранилось в Бастилии, Бастилия – это крепость, находившаяся, в общем, в центре города Парижа, служившая арсеналом и одновременно тюрьмой для особо опасных преступников. Ну и вот, чтобы захватить оружие, значит, народ пошел в эту самую Бастилию, потребовал у коменданта, чтобы выдали оружие коменданта, значит, очень удивился и послал всех куда подальше, вот, за что и поплатился, потому что, так сказать, опять-таки градус, да, так сказать, возмущение народного был очень силен, не случайно, мы говорим, да, революционная ситуация, подъеме активности народной, да, был очень силен, да, так сказать, в других бы случаях, ну, пошумели бы, пошумели бы и разошлись, а тут не разошлись, решили, что Бастилию надо брать штурмом, совершенно верно. И вот, 14 июля 1789 года парижане пошли на штурм Бастилии, в Бастилии был крохотный гарнизон, никто этого штурма не ждал, там было, там охраняли ее, буквально там одна рота, одна рота инвалидов, вот, нет, действительно, инвалиды, это, как бы, солдаты, которые вот уже не были годны к строевой службе, это же французское, кстати, слово, да, в Париже даже есть отель инвалидов, как вы, может быть, знаете, и церковь инвалидов, вот, которые, вот, не, так сказать, ну, были годны только, гарнизон на этой самой службе. И вот, значит, Бастилия была, Бастилия была взята населением, Бастилия была взята парижскими санкелотами, там нашли семь каких-то полусумасшедших преступников, их тут же освободили, вот, коменданту отрубили голову, так сказать, ярости, и захватили оружие. То есть, вот это вот такая кульминация, ну, одна из кульминационных точек, или, скорее, символических точек, символических моментов Великой Французской революции, это самое взятие Бастилии, взятие... И, собственно, более важные, более важные, более важные решения принимало как раз учредительное собрание. Да, извините, забыл сказать одну очень важную вещь, забыл, так сказать, очень важную вещь. Вот это самое взятие Бастилия ознаменовало собой начало, как бы, такого постепенного крушения существующего порядка в разных городах, не только в Париже, потому что начались крестьянские волнения, начались какие-то другие потрясения, и начались крестьянские волнения, начались какие-то другие потрясения. Кстати, именно в момент взятия Бастилии, после взятия Бастилии, французская революция, так сказать, приобрела свою первую символику, свою первую символику. Первоначально была идея сделать цветом восставших зеленый, цветом противников ассалютизма, сторонников учительного особо, зеленый цвет. Но затем было принято решение от него отказаться, и популярность приобрели цвета города Парижа. Исторически, со времен еще глубокого средневековья, цветами города Парижа являются красный и синий. Вот красно-синие цвета, цвета города Парижа стали официальной символикой Великой Французской революции. К ним добавился еще белый цвет, белый цвет как цвет старого королевского знамени, но белый помещался между красным и синим, то есть идея в том, что отныне старая королевская власть контролировалась революцией. Вот эти трехцветные кокарды, сине-бело-красные, они приобрели очень большую популярность. Учительное собрание, оно работает, оно работает и принимает ряд важных решений. В частности, в августе, в начале августа, там была так называемая Ночь чудес, ночное заседание учительного собрания, когда был принят ряд решений об отмене, ну точнее, так строго говоря, не об отмене, а о начале отмены феодальных повинностей. Учительное собрание приняло решение начать постепенно отменять феодальные повинности. Отменять феодальные повинности. Синериальные суды уничтожают самые такие одиозные права сеньоров, которые более всего не нравились крестьянам, и, значит, эти права стали потихонечку отменяться. Хотя полной отмены феодальных повинностей не было. Речь там шла пока лишь только о выкупе некоторых повинностей и так далее. 26 августа 1789 года учительное собрание принимает чрезвычайно важный документ. Я вам уже говорил, что учительное собрание должно было разработать конституцию. Конституцию Франции. Но конституция документ большой, его долго писать, с ним надо много поработать, поэтому пока они решили ограничиться тем, чтобы принять преамбулу, то есть вводную часть конституции. И вот 26 августа 1789 года была принята декларация прав человека и гражданина. Гражданина, которая должна и была стать таким вот введением к будущей, пока еще не написанной, конституции. Декларация прав человека и гражданина. Это очень важный документ. Опять-таки, значение не только французского, но и общемирового. Это в таком наиболее четком, сжатом виде. Он очень маленький, там она на одну страничку помещается, это декларация, в очень четком, в очень сжатом виде 17 статей перечислены основные права человека, гражданина, которые, в общем, стали такими универсальными не только для Франции, но и для всего мира. То есть говорится о том, что люди рождаются и остаются свободными и равными в правах, имеют право на безопасность, на равенство перед законом, на сопротивление угнетению, имеют право на свободу слова, на свободу печати, вероисповедания, право на частную собственность, что было очень важно для третьего сословия, потому что раньше же дворяне часто могли просто отнимать собственность у тех же буржуа, у тех же предпринимателей, у тех же финансистов, им очень было важно закрепить вот это свое право на владение собственностью. Вот в тот момент это скорее рассматривалось как гарантия их прав против королевского произвола, да, чтобы король не пришел и не отнял. Вот этот момент, то есть это очень важный документ, очень многие страны потом списывали свои законы, свои декларации, свои конституции с этой вот французской декларацией прав человека и гражданина 1789 года. И до сих пор, если вы возьмете в руки ныне действующую французскую конституцию, Конституцию Пятой Республики, Конституцию, которая сейчас вот сегодня, в настоящий момент действует во Франции, то там, буквально в самом начале, в первых строчках Конституции вы прочтете, что, извините, что французский народ выражает свою приверженность правам человека и гражданина в том виде и в той форме, как они были сформулированы в декларации 26 августа 1779 года. Уже в первые месяцы революции, а в общем действительно многие люди уже в мае, июне, июле 1789 года стали понимать, что речь идет не о простом бунте, не о каких-то попытках проведения реформ, а именно о революции. И не случайно, когда сам король Людовик XVI, узнав о событиях в Париже, произнес, но это же бунт, кто-то из приближенных сказал, нет, ваше величество, это не бунт, это революция. Вот этот знаменитый диалог, мы с этим революция, значит, это не бунт, это революция. Естественно, что было много недовольных, и недовольных в высших слоях, и не только в высших слоях, и опять-таки здесь были недовольны позиции короля. Король опять-таки занимал, еще раз повторяю, очень непоследовательную позицию. С одной стороны, он был вроде как против, а с другой стороны, ему ничего не осталось. После 14 июля приехал в Париж из Версаля, ну, благо недалеко Версаль от Парижа, значит, приехал в Париж из Версаля, сказал, что да, он, в общем, поддерживает народ. Парижский ему вручили революционную кокарду, сине-красно-белую, значит, он надел ее на шляпу, и уехал в Версаль дальше развлекаться. Увлекался он токарным делом, хобби такое было. С другой стороны, сам король часто говорил, что ну я же не могу грабить там свое духовенство, грабить свое дворянство, вообще менять что-то в стране. Еще раз повторяю, король занимал крайне непоследовательную позицию. И тут инициативу перехватили, как бы опять-таки в дело вмешались парижане, в дело вмешались парижане, вот каким образом. Дело в том, что, как вы понимаете, революционные потрясения, реформы и так далее, они, в общем, не очень хорошо воздействуют на экономику, ну и в Париже к осени, к началу октября, как раз 1789 года, там стали какие-то перебои с хлебом, с другими продуктами, да, происходить. И, так сказать, вот 5-6 октября произошел такой очень интересный эпизод, он называется поход, он называется поход женщин на Версаль. Он называется поход женщин на Версаль. Значит, разносится слух о том, что вот в Париже все дорого, в Париже не хватает продовольствия, и, значит, парижские домохозяйки, скажем так, говорят, что это все плохо, потому что короля нет в Париже. Потому что король сидит там у себя в Версале, за городом, да, в своей резиденции, надо вот что, ну, как такая традиционная народная такие, да, монархические иллюзии, надо вот рассказать королю, как нам тут плохо, да, вот нам тут плохо, все дорого, все, жизни никакой нет, надо пожаловаться наверх, да, так сказать, надо пожаловаться королю. Вот, а еще желательно, так сказать, привезти короля в Париж, чтобы король жил не там у себя за городом В Версале, да, жил в Париже, тут вот знал, как мы живем, знал, как все происходит. Ну, от Парижа до Версаля, сколько, километров, 26, насколько я помню, не очень далеко. В принципе, и вот толпа женщин, так сказать, вот собирается и идут в Версаль. Идут, естественно, пешком. Идут, естественно, пешком. К ним присоединяются не только женщины, присоединяются мужчины, присоединяются какие-то отряды национальной гвардии и так далее, и так далее. Ну и к вечеру, в общем, они дотащились до Версаля, шли там с какими-то флагами, значит, там с песнями, себя, так сказать, поддерживали вот в этом. Впереди там шла такая популярная в то время актриса Труанда Мерику, молодая, красивая, с пистолетом за поясом, так сказать, воинственный был у нее вид. Короче говоря, к вечеру они дотащились до Версаля и пришли вот на эту площадь, если кто-то в Версале был, на площадь перед Версальским дворцом. Ну и опять-таки вот непоследовательность короля, да? Королю говорили, ну пришли какие-то тетки, ну разгоните вы их, да, так сказать, ну прикажите, чтобы там выехал там наряд гвардейцев, да, так сказать, помахал там, пальнул бы воздух, они бы разбежались, ну и в общем проблема была бы решена. Король не решился дать такой, так сказать, приказ, дать такой приказ, значит, он расчувствовался, значит, принял, приказал, так сказать, сказал, что он хочет, желает грить с народом, что он желает знать, так сказать, чем живут его, вот, так сказать, подданные, так сказать, делящих женщин, так сказать, допустили к королю, они там стали ему жаловаться на свою, так сказать, тяжелую жизнь. Король пустил слезу, он был очень впечатлительный человек. Он пустил слезу, сказал, что ай-яй-яй, как все плохо, как нехорошо. И сказал, что да, он готов вместе со своей семьей ехать в Париж вместе со своим двором, вместе с депутатами учредительного собрания. И 6 октября король, наверное, совершает одну из своих самых главных ошибок. Он дает увести себя в Париж, в Тюллерийский дворец, ныне не существующий, находившийся недалеко от Лувра, Тюллерийский дворец. Это приводит к тому, что король Людовик в заложниках вместе со своей семьей оказывается фактически в заложниках у, скажем так, парижского населения. Парижане, конечно, были очень довольны, да, как, так сказать, говорили эти же самые женщины, когда шли обратно в Париж, да, так сказать, теперь у нас все будет хорошо, потому что мы везем с собой, как они говорили, теперь у нас будет хлеб, потому что мы везем с собой пекаря, по-русски не сказать так, как жена пекаря, да, пекарщица, да, наверное. Значит, мы везем с собой, по-русски можно сказать, повара, повариху и поваренка, а вот пекаря, пекариху и пекаренка, да, вот сказать, но на самом деле, действительно, ну, хорошо, булочника, булочницу, вот, давайте так скажем, булочника, булочницу, и, имея в виду его сына, имея в виду наследника престола, да, по-французски это, значит, le boulanger, la boulanger et le petit mitron, вот есть такое специальное слово в французском языке, вот для обозначения, вот, маленького пекаря, скажем так. Тем временем, учредительное собрание, учредительное собрание продолжает действовать, говорит о том, что можно выкупать феодальные повинности, говорит о том, что, так сказать, идет разработка конституции, идет разработка конституции. Принимается решение о конфискации церковных владений, церковных, ну, имеется в виду, земельных владений церкви, и принимается решение о ликвидации части королевских земельных владений. Вместо этого объявляется о том, что и церковь, и король будут получать, как бы, зарплату, будут получать жалование от государства. Эти земли, королевские земли и церковные земли, образовали так называемые первые национальные имущества, или национальные имущества первого происхождения, эти земли были пущены в продажу. Ну, продавали их в основном большими участками, и, что называется, за наличный расчет, поэтому покупать их могли в основном, ну, опять-таки, вот буржуа, предприниматели, промышленники, то есть, ну, те люди, которые имели деньги, да, которые могли сразу купить вот эти вот выставленные на продажу земли, национальные имущества. Тогда же, в 1790 году, было принято решение, в конце 89-го, начале 90-го года, было принято решение о новом административном делении страны. Это тоже очень важно, потому что раньше Франция делилась на провинции, как бы, связанные там с историческими традициями, с историческими регионами. Часто провинции имели там, разные провинции имели свои права, свои привилегии, между провинциями существовали какие-то там границы. То есть, в этой провинции одно можно, в этой провинции можно другое, да, то есть, такие вот местные, скажем так, местные особенности. Было принято решение разделить, отменить все старые, все старые деления, разделить страну на департаменты. Собственно, Франция до сих пор делится на департаменты. Ну, тогда было создано 83 департамента, как бы, абсолютно одинаковые, да, с одинаковыми правами, с одинаковыми системами управления. То есть, никаких местных там особенностей, никаких местных привилегий более существовать было, так сказать, не должно. Да, есть абсолютно одинаковые департаменты, которые вот имеют одинаковые права. И ровно через год после взятия Бастилии, 14 июля 1790 года, был устроен праздник федерации, праздник федерации на площади, где раньше стояла Бастилия. Было принято решение в Париже Бастилию снести, сносили ее долго, ну, большая крепость, тяжело, конечно, вот. Но за год ее все-таки снесли на том месте, где была Бастилия. Вот 14 июля 1790 года были устроены общественные танцы, да, так сказать, для парижан в честь праздника федерации. В честь праздника федерации. А сам праздник федерации состоялся на массовом поле в Париже. Присутствовал король, присутствовало духовенство, присутствовали депутаты национального собрания. И там как раз речь шла о том, что вот как бы граждане говорят о своей верности королю, а король говорит о своей верности закону, гражданам и так далее. И так далее. Параллельно со всем этим делом, параллельно со всеми этими изменениями, которые во Франции происходили, параллельно со всеми этими изменениями, которые во Франции происходили, как я уже сказал, были и не согласны с происходящим. Они уже в первые, собственно, месяцы после революции образуют, появляется как раз такое слово, вместе со словом революция, входит в обиход и слово контрреволюция. Появляется контрреволюция, контрреволюционный лагерь. Недовольные существующим положением, дворянство, духовенство, часть крестьян, снижал такого наиболее консервативного, не хотели изменений, и появляется контрреволюция. Появляется эмиграция, кто-то сразу уезжает из Франции, кто-то позднее, но, тем не менее, все это тоже, так сказать, появляется. В сентябре 1791 года была выработана новая конституция Франции учредительным собранием. Это была конституция, предусматривавшая введение во Франции режима конституционной монархии. То есть предполагалось ввести некое разделение властей, но исполнительную власть оставить в руках короля. Никакого там поста президента не вводилось. Король оставался главой исполнительной власти, но законодательная власть должна была принадлежать парламенту и должна была создаваться новая тема с выборными судьями, с присяжными заседателями и так далее, и так далее. То есть тоже вводилось разделение властей, вводился режим конституционной монархии. При этом у короля сохранялись достаточно большие полномочия. Он мог руководить и внутренней политикой, и внешней политикой. Ему полагалось достаточно большое вознаграждение, ему полагалось 25 миллионов ливров в год на личное содержание. Правда, за это он отказывался от всех остальных земельных своих владений и другой собственности. Но, тем не менее, содержание было весьма приличное и так далее, и так далее. С точки зрения, например, современной конституционной монархии, конечно, король сохранял тогда гигантские полномочия. Но в то время многим казалось, что короля, грубо говоря, просто лишили многого из того, что он имел, поставили в какие-то унизительные условия. Ну, кстати, какой-то прямой демократии еще тоже не было, потому что избирательными правами выбирать депутатов, например, могли не все по этой конституции, могли не все граждане, а только так называемые активные граждане. Активные, то есть мужчины старше 25 лет, платившие не менее определенную сумму прямых налогов. То есть, грубо говоря, это могли быть только, так сказать, собственники. Только собственники могли участвовать в политической жизни. После 1791 года заканчивается первый этап революции, но революция на этом не останавливается. Революция на этом не останавливается, потому что слишком различны были настроения. Слишком различны были настроения в стране. Происходит деление. Происходит деление в обществе, происходит деление в политической жизни. С одной стороны, были те, которые были против вообще любых изменений. То есть, сторонники королевской власти. Ну, они были как бы вне революции, они были частью в эмиграции, частью где-то, так сказать, сидели в провинции, но они были против вообще любой революции, хотели все вернуть назад, все сделать так, как было. Были сторонники конституционной монархии, которые назывались фияны. Партия фиянов или политическая группировка фиянов. Они были сторонниками конституционной монархии. Они считали, что очень хорошо. Да, у нас революция. Мы собрали наше учредительное собрание, приняли конституцию. Конституция у нас отличная. Король согласен с этой конституцией. Все теперь будет хорошо. У нас проводятся реформы. У нас начинается новая жизнь. Нас все устраивает. Это партия фиянов. Сторонники конституционной монархии. Основные лидеры фиянов Мирабо и Лафайет. Лафайет тот самый, который воевал в Америке вместе с Вашингтоном за независимость США против Англии. Но были, и таких было тоже много, которые считали, что надо менять, проводить реформы, нужно революцию продолжать. Сторонники полного упразднения монархии и провозглашения республики. Были сторонники не просто упразднения монархии и провозглашения республики, но и проведения социальных реформ. Уравнительного распределения всего. То есть таких уже радикальных мер. И появляются различные клубы, различные группировки. Например, клуб кордильеров, как его стали называть. Появляется клуб якобинцев. Якобинцев, потому что они собирались в библиотеке монастыря святого Якова, Сан-Жак. Отсюда слово «жакобин» – якобинцы. И ряд других. Появляются разные газеты, в том числе очень радикальные. Например, журналист Жан-Поль Марат издавал газету «Друг народа», где призывал к углублению реформ, к тому, чтобы покончить с аристократами, покончить с привилегированными сословиями. Все поделить и так далее. Вот там была такая тоже очень левая популярная газета «Отец Дюшен» или «Папаша Дюшен», «Пер Дюшен», который издавал Эбер и так далее. Опять-таки, в этой ситуации, в ситуации крайне неустойчивой, когда есть сторонники абсолютной монархии, сторонники конституционной монархии и сторонники революции, то есть противники монархии, сторонники республики, многое зависело от короля. И король, в общем-то, как он все это время и действовал, опять-таки оказался не на высоте. Король оказался не на высоте. Король решил бежать. Король решил бежать из Парижа в июне 1791 года. Королевская семья покидает в Париж, отправляется к границе, где рассчитывает на эмигрантов. Ну, готовится побег, заказываются фальшивые документы, устраивается целый маскарад с переодеванием. Кто-то из королевских приближенных изображает, кстати, русского дипломата, барона и баронессу Корф, и при нем лакеем состоит, как бы лакеем, да, так сказать, состоит король, значит, и так далее, и так далее. Вот такой вот маскарад был организован, и по какой-то причине они благополучно покидают Париж. Ну, сами понимаете, тогда телевидения нет, газеты были, но в газетах не было фотографий. То есть газеты были, газеты уже выходили, да, листки выходили, ну, практически не было еще. Ну, их литографию в газете, конечно, могли напечатать, но, в принципе, фотографических изображений тоже не было. Поэтому, как выглядит король, в общем, люди представляли себе, конечно, но смутно, смутно. Потому что где простой человек мог увидеть короля? Только на монете, да, так сказать, печатали, да, на монетах печатали королевский профиль. И, в общем, все бы должно было бы пройти гладко, но совершенно случайно королевский вот этот кортеж останавливается в городе Варен на постоялом дворе, где совершенно случайно сталкиваются с отставным солдатом, который когда-то служил в Париже в королевских, там, или в Версале в королевской охране, и, ну, знал короля в лицо. Вот, и опознал его. Король был, так сказать, опознан, задержан в Варене и, так сказать, с позором возвращен обратно в Париж для исполнения своих конституционных обязанностей, конституционного монарха. Все это, естественно, привело к тому, что авторитет короля в Париже, ну, в общем-то, резко упал. При этом более активно стала действовать эмиграция. Более активно стала действовать эмиграция. В 1791 году римский папа объявил, что он проклинает принципы революции, осуждает все то, что происходит во Франции. Братья короля покинулись в Францию благополучно, они были более ловкими, так сказать, конспираторами. Они благополучно уехали и, так сказать, создали недалеко от французских границ в городе Коблинсе, немецком городе Коблинсе, создали такой эмигрантский центр. Они стали обращаться к иностранным правительствам, потому что где-то, начиная с 1791 года, другие правительства, другие государства начинают все более и более тревожно наблюдать за тем, что происходит во Франции. Ну, сами понимаете, первоначальная реакция других стран, как только началась революция, это примерно такая же реакция, как реакция соседа на какие-то мелкие проблемы у другого соседа. Ага, хорошо, что у них там что-то происходит, ну вот пусть, так сказать, попрыгает, да, так сказать, вот там Франция угрожала, Франция с нами воевала, так сказать, она была не очень, как бы, к нам, так сказать, это самое. Вот теперь у них проблемы, ну пусть там миленькие, значит, короля еще не убили, с королем все еще хорошо. Вот, но когда, так сказать, начались действительно уже там и вот эта Ночь чудес, и все эти вот взятия Бастилии, и походы женщины, и Декларация прав человека, и гражданина, и действительно Конституция, и реформы, и бог знает что, так сказать, и из Франции, так сказать, какие-то вот новые идеи стали по всей Европе распространяться, то опять-таки другие монархи уже, как бы, начали относиться к этому не как к проблемам соседа, а как к пожару, как бы у соседа пожар, как бы на нас не перекинулся, да, так сказать, то есть надо, как бы, тушить уже всем вместе, надо тушить уже всем вместе. То есть тут уже другое отношение, да, так сказать, как бы, где-то к 1791 году европейские страны, европейские монархи, европейские короли поняли, что во Франции происходит что-то не то, так сказать, явно, и что эта революция действительно может быть опасна для всей Европы, в том числе и для них тоже, для них тоже. И поэтому уже в конце 1791 года немец, австрийский император и прусский король, Леопольд II и Фредих Вильгельм III в городе Пильниц встречаются и принимают так называемую Пильницкую декларацию, где заявляют о том, что они бы оказать помощь своему, как бы, брату, сам брату, Людовику XVI, ежели вот он захочет к ним обратиться, восстановить в полной мере свою власть, восстановить он, восстановить оттарь, да, так сказать, восстановить надлежащий порядок, они готовы помочь, они готовы помочь, и в начале 1792 года формируется союз Австрии и Пруссии. Союз Австрии и Пруссии. На повестку дня в начале 1792 года во Франции встает вопрос о войне. Встает вопрос о войне. Кто за войну? За войну король и противники революции. Король хочет войны, потому что считает, что, ну вот сейчас, так сказать, это учредительное собрание, вся эта революционная шушера, да, так сказать, вся эта пена, сейчас они быстро потерпят поражение, ну, конечно, поражение вещь неприятная, но зато мы восстановим порядок, мы восстановим все по-старому. Король за войну. Фияны, сторонники конституционной монархии против войны, они боятся, что начнется война, мы только что получили конституцию, мы только что получили какие-то реформы, мы только что получили что-то, Начнется война, начнется снова непонятно что, мы лишимся того, чего мы добились. Мы против войны, фияны против войны. Поеделенная часть республиканцев, прежде всего так называемые депутаты из департамента Жерон, или Жеронда, это река на западе Франции, и группа депутатов из этого департамента во главе, их называли жерандистами, сторонники республики. Жерондистами, ну или поскольку у них был лидер не из этого департамента, его фамилия была Брис, их называли еще бриссатинцами по имени уже лидера жерондисты. Жерондисты считали, что хорошо, будет война, мы короля под это дело совсем задвинем куда-нибудь подальше, значит придем сами к власти, поживимся на войне, закрепим свою победу, используем недовольство всей Европы против их монархов, против их королей, мы победим. Самые крайние радикалы, в это время появились еще и самые крайние радикалы, во главе с Максимилианом Робеспьером, они были против войны, да, так сказать, считали, что все-таки сил недостаточно. Поскольку интересы короля и жерондистов совпадали, и король, и жерондисты хотели войны, король, пользуясь своей властью, формирует жерондистское правительство. Король формирует жерондистское правительство, и в весной 1792 года Франция объявляет войну Австрии и Пруссии. Австрии и Пруссии. Офицеры не хотят воевать с Австрией и Пруссией, наоборот, хотят использовать войну для подавления революции. Армия воевать не хочет, солдаты не доверяют офицерам. 1792. Никаких успехов нет. Более того, армия пытается наступать в Бельгии на австрийцев неудачно, по очень простой причине, потому что жена Людовика XVI, королева Мария Антуанетта, пересылает своему родственнику, австрийскому императору, всю информацию о военных планах французов, для того, чтобы армия Франции как можно быстрее потерпела поражение, и, соответственно, был восстановлен порядок. Он объявил им войну под давлением жерондистов. Он рассчитывал, что война приведет к очень быстрому поражению, и он восстановит свою власть. Он хотел с помощью их штыков, с помощью их оружия восстановить свою власть. Король еще нехорошую позицию здесь занял. Он объявил войну, чтобы ее проиграть. Его логика была такая. Но логика Людовика XVI — это вещь очень странная. Пытаться ее понять, наверное. Угроза вторжения австрийцев и пруссаков, она вызывает, летом 1992 года, она вызывает революционный подъем. По Конституции действовал парламент, он назывался Законодательное собрание. Вот это самое Законодательное собрание провозглашает Отечество в опасности. Отечество в опасности. Здесь же начинается подъем, собираются добровольцы, и граждане хотят защищать город, хотят защищать столицу. Хотят защищать столицу. Масло в огонь подливает манифест командующего прусскими войсками герцога Брауншвейгского, который, обращаясь к французам, пишет о том, что за малейшее посягательство на безопасность короля город Париж будет предан военной экзекуции. И в этой ситуации ночью 10 августа 1992 года парижане фактически захватывают власть в городе в свои руки, отстраняют от власти официальное правительство и берут власть в городе в свои руки. Фактически 10 августа 1992 года король, потерявший доверие, потерявший авторитет парижан, был отстранен от власти. Он пытался скрыться, но был взят под пока еще домашний арест. Фактически 10 августа король был отстранен от власти и было сформировано временное правительство. Временное правительство из революционеров, из жерандистов. И кроме жерандистов туда вошел еще один революционер более радикальных убеждений, более левых убеждений, Жорж-Жак-Дантон. Жорж-Жак-Дантон. Это тоже один из якобинцев, это более радикальный, чем жерандисты, так сказать, человек. Естественно, отстранение корости не всем нравилось, не только контрреволюционерам, но и фиянам. В этой ситуации война же идет, разваливается фронт, прусские войска вступают на французскую территорию, захватывают ключевые крепости, захватывают крепость Лангви и крепость Верден. И в этой ситуации вот это временное правительство обращается к народу с призывом срочно набрать добровольцев и отправить их на защиту Парижа. Известная речь Дантона, произнесенная в августе 1792 года, «Набф гудит», но это не сигнал тревоги, это призыв к борьбе с врагами Отечества. Для того, чтобы их победить, нужна смелость, еще раз смелость, всегда смелость, и Франция будет спасена. Известная речь Дантона, август 1792 года, «Иль фуа-бор де лёдас, тужур де лёдас, и ла францэй сувэйт». Действительно, в Париже собираются добровольцы, отправляются на фронт, и отправка на фронт добровольцев была ознаменована еще одним событием, первым в истории революции, но далеко не первым вообще в истории революции, это одним из первых в истории, но, к сожалению, далеко не последним. Она была ознаменована началом пока еще стихийного революционного террора. Стихийного революционного террора. Как средство борьбы против политических противников. Перед отпуской волонтеров кто-то пускает довольно абсурдный слух. Как же так? Мы уйдем на фронт, здесь останутся наши жены, дети, семьи, а в Париже полно контрреволюционеров, в тюрьмах полно преступников. Мы уйдем, а они вылезут все и перебьют наших жен, детей, наши семьи. И поначалу было принято такое, довольно логики искать не приходится, кто-то сказал, пошли в тюрьмы, перебьем всех заключенных, которые там, чтобы не дай бог что-то не случилось. И действительно началась такая стихийная волна и некоторое количество заключенных, противников революции в том числе, было убито добровольцами накануне своей отправки на фронт. Первая волна такого стихийного террора. Следующий момент, дату одну вам назову, 20 сентября. 20 сентября 1792 года. В этот день произошло сразу два события. Одно произошло около местечка Вальми. Около местечка Вальми, неподалеку от границы. Там столкнулись французская добровольческая армия под командованием генерала Келлермана и прусская армия герцога Брауншвейгского. Это не было какое-то большое Вальми. Это не было какое-то большое генеральное сражение, но тем не менее столкновение двух армий было. Собственно, они даже не перешли в столкновение, была перестрелка. Французы очень храбро, ополченцы очень храбро выдержали эту перестрелку и в итоге заставили прусскую армию отступить. Вот эта победа при Вальми, чем еще интересна тем, что обченцы, грубо говоря, люди с улицы, разбили профессиональную армию, разбили профессиональных солдат, заставили их отступить. Оно имело такое, ну скорее моральное значение, как говорили тогда, народ разбил королей, что простые люди побили королевские войска. Вот мы тоже можем, народ побил королей. И в тот момент русские войска и австрийские войска покидают территорию Франции. И в тот же день, 10 сентября 1792 года, начал заседать новый выбранный орган, национальный конвент. Там уже не было ни сторонников абсолютной монархии, ни сторонников конституционной монархии. Там было два крыла республиканцев. С одной стороны жерандисты, с другой стороны монтаньяры. Монтаньяры от слова монтань, гора. Потому что их так называли, потому что они сидели на верхних скамейках в зале. Жерандисты и монтаньяры. Между жерандистами и монтаньярами находилась значительная часть депутатов, которые не принадлежали ни к жерандистам, ни к монтаньярам, вообще не имели никакой политической ориентации, назывались депутатами болота. Жерандисты, монтаньяры болота. В болоте были тоже честные, хорошие люди, но не имевшие каких-то, были просто карьеристы, которые имели каких-то четких убеждений. Первоначально большинство принадлежало жерандистам. Жерандисты провели декрет о ликвидации монархии во Франции. Монархия во Франции была ликвидирована в конце 1992 года, 21 сентября. 21 сентября 1992 года, на следующий день после победы при Вальми, и еще на следующий день, сентября 1792 года, тоже революции любят такие вещи, было объявлено о начале нового лета исчисления, о начале новой эры, о начале новой эры, нового календаря. 22 сентября 1792 года стало первым днем новой эры, эры республики. Республиканский календарь, новое летоисчисление, был предложен Жильбером Ромом и Фабером де Глантином. Потом вообще, кроме нового летоисчисления, от первого года республики, было введено уже немножко позже, в 1793 году, и новые названия месяцев. Вообще был новый календарь разработан, и если вам попадутся некоторые даты, вы не удивляйтесь, увидев совершенно необычные названия месяцев. Жирандисты стали вести политику революционной войны. Они приписывали всем французским армиям, которые переходили границы Франции, на захваченных территориях упразднять феодальные повинности, раздавать землю крестьянам, ну и так далее, и так далее. Армия вторглась на территорию Бельгии, другая армия вторглась на территорию Северной Италии, и, в общем, добились эти армии определенных успехов. Еще одним вопросом стал вопрос о судьбе короля. Что делать с королем? Кто-то предлагал казнить без суда, кто-то предлагал отпустить. В общем, в итоге было принято решение судить короля депутатами конвента. Депутатами конвента, но, правда, это, конечно, суд был такой довольно условный, потому что суд происходил в присутствии зрителей, то есть любой парижанин мог прокричать все, что он думает о происходящем. И сункилоты, в общем, были настроены против короля. Короля не любили, не доверяли королю. Хотя, опять-таки, вот, смотрите, в Париже короля не любили, королю не доверяли. В провинции крестьяне, в общем, по большому счету, скорее были все-таки за короля, а данные состояния были более патриархальны. Но суд состоялся, было доказано, стремились, так сказать, доказать измену короля, и в итоге король был признан виновным в злоумышлении против свободы нации и общей безопасности государства. Небольшим, правда, большинством голосов, 387 за, 334 против, очень неустойчивое большинство, но, тем не менее, 387 за, 334 против, небольшим преимуществом, да, так сказать, конвент высказался за казнь короля. И в январе 1793 года Людовик XVI, милостью божий, король Франции, Навара и прочее, 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 был обезглавлен на площади, на площади, которая, когда она строилась, называлась площадь Людовика XV, в годы революции была переименована в площадь революции, в площадь революции, ну, а сейчас, опять-таки, если кто бывал в Париже, называется она площадью Согласия, и там стоит египетский обелиск. Ну, тогда там обелиска еще не было, тогда там стояла гильотина, гильотина, то бишь машинка для отрезания голов. Это такой гуманный, как тогда считалось, способ казни, потому что считалось, что вешать там и рубить головы – это негуманно, и доктор Гильотен изобрел такую машину для быстрого отрезания голов республики. Несколько позднее состоялся процесс над королевой Марией Антуанеттой, ее довольно долго держали в заключении, надеялись, что там и родственники будут выкупать, или как-то, в общем, ее можно будет использовать в политических играх, но в итоге, так сказать, все-таки было принято решение о казни королевы, и королева также казнена, наследник престола, сын Людовика XVI и Марии Антуанетты. Людовик, вот, ну, такая довольно трагическая судьба была у этого ребенка, то есть было принято такое решение, так сказать, перевоспитать по-революционному, так сказать, вот этого самого мальчика, а принца его там отдали на перевоспитание схожнику, ну, в общем, в итоге, так сказать, он просто там погиб, в общем-то, от этого перевоспитания, как бы. То есть, так вот довольно трагически закончилась история королевской семьи. Ну, в истории Франции наступил самый жестокий год, самый тайна потрясения год революции, год 1793, в преддверии нашей следующей беседы, когда мы будем говорить о 93-м годе и о событиях, связанных с установлением Якобинской диктатуры революционной и ее крушения в 94-м году. Мы с вами стали говорить о центральном событии истории нового времени, как Великая Французская революция, и говорили мы о том, что именно события Великой Французской революции делят историю нового времени на две части, на две половинки. Раннее новое время до Великой Французской революции и 19-й век после Великой Французской революции. Мы остановились с вами на событиях 1792 года, когда революция была уже в разгаре, когда в результате восстания 10 августа 1792 года была свергнута монархия, когда король Людовик XVI, неплохой человек, но человек неспособный править страной в условиях кризиса, в условиях потрясений, был казнен по приговору конвента, и монархия во Франции в конце 1792 года была ликвидирована. Однако свержение монархии не привело к завершению революции и не привело к прекращению политической борьбы в революционном лагере. И точно так же свержение монархии и казнь короля обострили конфликт между сторонниками и противниками революции. Мы уже говорили с вами о том, что контрреволюция действовала весьма активно. Мы говорили с вами о том, что шла война между европейскими монархиями, которые увидели для себя опасность в тех событиях, которые происходили во Франции и французской теперь уже республикой. Мы остановились с вами на том, что двумя господствующими политическими группировками конвенте были якобинцы и жерандисты. Собственно, и якобинцы, и жерандисты принадлежали к республиканскому революционному лагерю, но эти две политические группировки, можете называть их партиями, если вам нравится, хотя, конечно, это не политические партии в современном понимании этого слова, скорее всего, именно политические группировки, они по-разному смотрели на развитие страны, скажем так, по-разному оценивали ситуацию, по-разному видели перспективы развития страны. Жерандисты были такими революционными либералами, да, они считали, что вот революция произошла, революция отменила любые ограничения, которые раньше королевская власть накладывала там на развитие экономики, революция упразднила сословное неравенство, революция упразднила сословные привилегии, ну и теперь, как бы, государство не должно вмешиваться в дальнейшее развитие общества, дальнейшее развитие страны. Это точка зрения жерандистов, такая весьма либеральная точка зрения. Что касается якобинцев, здесь я сразу хочу вас предупредить и предостеречь. Если вам попадутся какие-то старые учебники, то, может быть, в этих старых учебниках вы прочитаете, что якобинцы были чуть ли не социалистами, коммунистами, предтечей революционеров XX века, это не совсем так. Якобинцы тоже были, в общем-то, сторонниками, да, они были сторонниками гражданского равенства, они были сторонниками отмены сословных и прочих ограничений, которые существовали, но якобинцы были сторонниками, ну, скажем так, во-первых, мелкой собственности, то есть они видели идеал общества в такой республике мелких собственников, да, пусть у каждого будет своя собственность, пусть у кого-то будет ферма, у кого-то лавка, у кого-то мастерская, да, вот их, как бы, идея такая очень популярная не только в то время, но и в последующем, да, что вот большая собственность, крупная собственность – это плохо, да, а вот мелкая собственность у всех – это хорошо, да, она обеспечивает всех работой, обеспечивает всех достатком, обеспечивает равенство и так далее, и так далее. Второй момент, который касался якобинцев уже как самих революционеров, в частности Марата, Робеспьера и других лидеров якобинцев, они понимали, что сохранить завоевание, считали, что сохранить революцию, сохранить завоевание революции можно только применением силы, можно только применением чрезвычайных мер, чрезвычайных мер. И они всегда за эти чрезвычайные меры и выступали. А надо сказать, что ситуация требовала таких чрезвычайных мер, потому что, с одной стороны, и вот эта революционная война захлебнулась, потому что правительство жерандистов не могло нормально наладить оборону, не могло обеспечить нормальное функционирование страны. Крестьяне были недовольны тем, что они не получили того, чего они больше всего хотели, крестьяне больше всего хотели земли, а мы с вами говорили, что землю-то конфисковали, и образовались национальные имущества, а продавали их крупными участками, крестьяне не могли покупать землю. Феодальные повинности, да, частично были отменены, а частично крестьян заставляли выкупать эти самые феодальные повинности, то есть крестьяне были не очень довольны ситуацией. Перебои, там, скажем, с продовольствием возникали в крупных городах и так далее, и так далее. Кроме того, в марте 1993 года неудачно стала складываться ситуация на фронтах, ситуация на фронтах, австрийцы перешли в наступление, а кроме того, расширилось часто стран, воюющих против Франции, к Австрии и Пруссии присоединились Голландия, Испания и Англия, то есть французская республика фактически в одиночку воевала со всей Европой. Кроме того, начались активные контрреволюционные выступления. Очагом этой контрреволюции стал западный департамент Вандея. Западный департамент Вандея, это имя Вандея стало таким нарицательным, да, отсталая аграрная область, где были сильны позиции церкви, где были сильны позиции старой аристократии. Вандейцы, естественно, опирались на крестьянство, крестьянство Вандеи, в общем-то, поддержало, скажем так, старую элиту, и Вандея стала очагом, центром контрреволюционного мятежа. Вандейцы, так сказать, горели желанием, так сказать, отомстить за кровь короля, пролитую, так сказать, тиранами, царе-убийцами, да. Вандейцам не нравились те религиозные преобразования, а республика предложила гражданское устройство церкви. То есть, так сказать, вот вандейская контрреволюция была весьма и весьма серьезной проблемой. И вот в этой ситуации якобинцы начинают агитировать за установление революционной диктатуры, за установление революционного порядка управления. И уже в марте был образован революционный трибунал, революционный трибунал, и в апреле был создан комитет общественного спасения. Комитет общественного спасения. Естественно, что с обеих сторон, вот именно тогда, в 93-м году, уже накал борьбы был таков, именно вот этого противостояния сторонников и противников революции, что, так сказать, действительно и с одной, и с другой стороны, конечно, допускалось очень много жестокостей, так сказать, и казни контрреволюционеров по приговору революционного трибунала, который, так сказать, в общем-то, как правило, решал вопросы очень, так сказать, быстро, так сказать, виновен, невиновен, если виновен, то только смертная казнь, если невиновен, то как бы освобождать, потому что нет средств содержать там человека в тюрьме, да, вот, конечно, допускалось то, что называется перегибы, да, потому что, так сказать, очень часто говорилось о том, что судьи трибунала выносили свои приговоры, не руководствуясь законами, а руководствуясь революционным знанием и любовью к Отечеству, да, так сказать, вот что им подсказывало, так сказать, революционное сознание, вот так они приговор и выносили. В абсолютно таком же ключе действовала и контрреволюция, вот эти вандейские, так сказать, мятежники, крестьяне, которые там врывались в города, так сказать, там, хорушили революционную власть, революционные муниципалитеты, то есть накал борьбы был чрезвычайно высок. В этой ситуации внутри самой революции тоже постоянно шла борьба, и в конце мая, начале июня 93-го года, 31 мая, 2 июня 93-го года происходит очередной, ну, фактически переворот, да, который приводит к тому, что жерандисты были отстранены от власти, и к власти пришли якобинцы. Значит, жерандисты, партия жерандистов была отстранена от власти, и к власти пришли якобинцы, к власти пришли якобинцы, при этом якобинцы довольно жестоко расправились со своими уже политическими противниками, жерандистами, да, так сказать, 22 лидера жерандистов были казнены, хотя, в общем, и те, и те были революционерами, да, получается, что как бы революционеры казнили революционеров, да, 22 лидера жерандистов были казнены якобинцами по обвинению в измене, естественно, обвинение совершенно лишенное смысла. И в результате вот этого переворота, очередного переворота 31 мая, 2 июня 1993 года устанавливается якобинская диктатура. Якобинская диктатура – это, если хотите, высшая точка Великой Французской революции, установление революционной диктатуры. Что здесь нужно иметь в виду? Вот эта политика, вот эта революционная диктатура, диктатура якобинцев, иногда ее еще называют по имени ее лидера диктатурой Максимилиана Робеспьера. Действительно, Робеспьер был лидером якобинского правительства. Она, как и, в общем, наверное, любое явление, имела две стороны. С одной стороны, да, действительно, якобинцы, они сделали, ну, действительно, они в значительной степени, так сказать, понимали, да, что вот они пришли на волне революции, надо сохранить завоевание революции, нужно проводить политику, которая отвечала бы интересам народа. Действительно, якобинцы проводили и провели довольно много мероприятий, которые объективно были выгодны, которые были полезны, которые имели, в общем, положительное значение. Например, они объявили о продаже эмигрантских земель крестьянам мелкими участками в рассрочку. То есть, действительно, вот желание крестьян получить землю, в общем-то, осуществили именно якобинцы. Они, так сказать, разрешили продавать вот эти конфискованные эмигрантские земли мелкими участками в рассрочку, так сказать, то, что вот, ну, мужик, да, так сказать, чего он хотел? Земли хотел, да, вот он получил возможность купить себе, так сказать, кусочек земли благодаря вот этой политике якобинских, якобинских властей. Купить, в общем, достаточно легко и достаточно дешево. Это следующий момент. Окончательная, полная, безусловная отмена феодальных повинностей. Конечно, это положительный момент, так сказать, нужный момент, так сказать, правильный момент. Следующий момент. Политический строй. Действительно, якобинцы предложили ввести новую конституцию, и была разработана конституция, конституция 1993 года, где действительно, вот, конституция там, Франция объявлялась республикой с всеобщим избирательным правом, без всяких имущественных и прочих ограничений. То есть, да, все мужчины с 21 года получали гражданские права, были гарантированы широкие демократические свободы и так далее, и так далее. В то же самое время якобинцы понимали, что нужно проводить какую-то твердую политику. Твердую политику в каком смысле? Во-первых, они одобрили и ввели впервые в мировой истории принудительное ценообразование. Действительно, в условиях инфляции, в условиях колоссальной дорговизны, вот, так сказать, якобинцы приняли закон о всеобщем максимуме. То есть, заморозили цены и заморозили заработную плату. Были введены так называемые твердые цены. Вообще, вот это требование твердых цен, оно было очень характерно для якобинцев. Якобинцы смогли организовать оборону. Якобинцы смогли организовать оборону. Именно якобинцы объявили о всеобщей мобилизации, о всеобщей мобилизации французской нации. Был принят вот этот знаменитый декрет Le Re-en-Mas. Собственно, еще раньше был принят декрет, объявивший Отечество в опасности. И действительно, на волне вот этого революционного подъема якобинцам удалось создать массовую, первую в истории массовую армию. То есть, до этого воевали профессиональные армии. Вот якобинцы были первыми, кто смог создать массовую армию за счет действительно проведения всеобщей мобилизации. Знаменитый декрет о том, что французская нация не кто-то конкретно, а вся нация объявляется мобилизованной. Соответственно, поскольку вся нация объявляется мобилизованной, вводился в соответствующий порядок, как было очень поэтично сказано. Значит, нация объявляется мобилизованной, молодые люди пойдут сражаться, мужчины будут ковать оружие, женщины будут шить обмундирование, дети будут щипать корпию и заготовлять перевязочный материал. А старики выйдут на площади городов и будут произносить зажигательные речи, призывая к борьбе с врагами Отечества. И вот эта мобилизация действительно дала определенный эффект. Была проведена так называемая амальгама армии, то есть были слиты старые профессиональные части и новые добровольческие в пропорции 2 к 1, просто перемешаны, созданы новые полки. В общем-то, смесь старых профессиональных солдат с новыми добровольцами дала неплохой результат. Была введена выборность командиров, были введены там новый порядок в армии, действительно была такая революционная армия. И, кстати, именно якобинцы, тоже такое слово, может быть, знакомое вам по нашей отечественной истории, по истории гражданской войны, но на самом деле, это именно якобинцы были первыми, которые стали направлять в действующую армию специальных представителей правительства. Ну и несложно догадаться, что эти представители, как раз якобинцы, их называли комиссарами. Вот эти самые комиссары якобинцев, это представители как бы революционного правительства в армии, которые направлялись туда, чтобы контролировать военачальников и поднимать боевой дух в войск. В то же, да, значит, якобинцы не ограничивались, естественно, реформированием армии и социальными реформами. Якобинцы провели довольно много преобразований в сфере, ну скажем так, социальной, культурной и образовательной. В частности, впервые они приняли декрет о всеобщем бесплатном начальном образовании. Именно якобинцы приняли декреты о создании высших учебных заведений, многие из которых существуют по сей день, в частности, политехническая школа, консерватория искусств и ремесел. Именно якобинцы объявили о создании музея в Лувре, именно якобинцы объявили о создании национальной библиотеки Франции, национальных архивов и так далее. Якобинцы, в общем, с недоверием относились к католической церкви, и, в общем, при том, что они гарантировали свободу совести и гражданское устройство духовенства, то есть все священники должны были присягать на верность революции, за это государство им платило жалование. Но в то же самое время якобинцы попытались и создать некую альтернативу католической церкви, в католической церкви, в частности, была предпринята попытка, ну, попытка не очень удачная, заменить, как бы отменить, создать новый культ, правильно, так, наверное, да, то есть, в принципе, католичество официально не запрещалось, да, но на уровне правительства было объявлено, что вот, так сказать, создается новый культ верховного существа, такой, ну, абстрактный, деистический, как бы, культ, да, некий бестелесный мировой разум, да, так сказать, мировой дух, да, так сказать, вот, который существует, которому, так сказать, который поощряет гражданские, там, добродетели, любовь к родине, там, любовь к свободе, любовь к отечеству, равенство, братство и так далее, и так далее. И вот, значит, это самое высшее существо, некое абстрактное, да, так сказать, вот, и является предметом, не предметом, объектом, наверное, поклонения, да, поклонения всей нации, ну, и там состроились всякие такие алтари во имя верховного существа и так далее, и так далее. Конечно, это не всем, так сказать, понравилось и не у всех вызвало одобрение. Но дело, конечно, было не в верховном существе и не там в каких-то других революционных перегибах, да, там, я говорил уже об введении революционного календаря, о появлении там нового революционного стиля там в одежде, в быту, так сказать, в поведении и так далее, и так далее. А дело было, конечно, в методах, которыми действовали якобинцы, а методы якобинцев были весьма жесткие. То есть методом якобинцев был террор. Методом якобинцев был террор. Именно с помощью террора и там добывался хлеб. Собственно, якобинцы первыми начали принудительное изъятие хлеба у крестьян, когда, так сказать, в столице стало не хватать хлеба. Именно террор был средством борьбы с любой политической оппозицией. Оппозиций было полно, были и сторонники монархии, и сторонники республики, но противники якобинцев и, так сказать, любые другие, так сказать, несогласные с якобинцами. Террор применялся весьма широко. Проводились действительно массовые аресты и весьма широко применялась смертная казнь и в столице, и в городах. Действительно были массовые казни контрреволюционеров и с помощью гильотины и другими способами. Ну, конечно, когда сейчас говоришь о масштабах якобинского террора, то, в общем-то, понятно, что на фоне ужасов 20 века, на фоне сталинских репрессий, на фоне Второй мировой войны, конечно, этот якобинский террор выглядит таким детским лепетом, так сказать, в общем-то, ну, да, там счет, вот, но там несравнимой цифры, да, конечно, не сравнить с тем, что происходило в нашей стране в 30-е годы. Но в то время это казалось, конечно, чем-то таким вот сверхъестественным, потому что, так сказать, действительно репрессии затронули десятки тысяч человек, так сказать, что казалось, действительно, очень много, да, так сказать, это были не какие-то там индивидуальные казни, да, действительно, там сотни тысяч людей, так сказать, страдали от этого якобинского террора и, так сказать, в общей сложности, конечно, большое количество, большое количество людей, относительно большое, пострадало от этого действительно массового, невиданного террора, то есть по таким средним данным до 90 тысяч человек стали жертвами арестов, только арестов и при якобинском терроре. Якобинцев погубил не только террор, якобинцев в каком-то смысле погубило и то, что они не смогли, они как бы сами в какой-то момент сами начали поедать, что называется, самих себя. В самом якобинском блоке, вот в этой верхушке комитета общественного спасения, который фактически подмял под себя власть в стране, шла борьба между разными группировками, шла борьба между такими фанатичными якобинцами, которых возглавляли Робеспьер и Марат, и умеренными якобинцами, лидером которых был Жорж-Жак Дантон. Ну, в конце концов, Робеспьер смог добиться отстранения Дантона от власти, и Дантон, один из лидеров революции, то также был казнен по приказу Робеспьера. Кстати, есть очень неплохой фильм, французский, Дантон, то есть даже два фильма, один более старый 60-х годов, один более новый, 90-х годов ремейк, оба называются одинаково, оба называются Дантон, вот в последнем фильме Дантона играет вездесущий Жерард Депардье, значит, неплохой фильм, можно посмотреть, так сказать, вот, посмотреть этот фильм. Ну, потому что это шла борьба внутри самого, вот этого самого, так сказать, блока, борьба за власть уже внутри правящей верхушки. Другой лидер якобинцев, Жан-Поль Марат, Жан-Поль Марат, журналист, издатель знаменитой газеты «Друг народа», был убит террористкой, сторонницей короля Шарлоттой Корде, вот эта самая Шарлотта Корде, пришла к нему домой и, так сказать, заколола его ножом, таким вот образом был убит Марат, и Робеспьер остался фактически один на вершине власти, на вершине власти. Но Робеспьер не просмотрел, что ли, а столкнулся с тем, что к лету следующего года, к лету 1794 года, против него стали объединяться самые разные силы, грубо говоря, стали объединяться все те, кому Робеспьер, и не сам Робеспьер лично, а кому вот этот якобинский, вот это чрезвычайное положение, грубо говоря, надоели, да, кому вот это, так сказать, напряжение революционное стало уже надоедать. А это были самые разные люди, и более левые, и более правые, то есть сложилась такая очень широкая коалиция, грубо говоря, тех, кто хотел революцию закончить, кто хотел революцию остановить. Кто хотел революцию остановить. И в результате летом 1794 года, ну, традиционно, традиционно эту дату принято называть не по нормальному календарю, да, а по революционному календарю. Так вот, 9-го термидора 2-го года республики был совершен переворот, это соответствует 27 июля 1794 года. Так вот, 9-го термидора 2-го года республики состоялся очередной переворот, очередной переворот, который и привел к свержению, к падению якобинской диктатуры, к свержению Робеспьера, казни самого Робеспьера и его соратников, Сен-Жюста и Кутона, и как бы к переходу Великой Французской революции в нисходящую фазу развития. То есть, после 9-го термидора 2-го года революция как бы проходит свой пик, свою вершину и идет, так сказать, по нисходящей линии. И период с лета 1794 до осени 1799 года, то есть, следующие 5, чуть больше, 5,5 лет, это время, так сказать, нисходящей фазы Великой Французской революции, который принято называть термидорианским конвентом. От слова, естественно, термидор, потому что господствующей группировкой были вот эти так называемые термидорианцы, термидорианский конвент. Там в очередной раз поменялась конституция в 1795 году, и власть перешла в руки так называемой директории после термидорианского конвента. Ну вот это вот все, вот это все термидорианские конвенты, директория, это 1794 лето, 1799 осень. Сначала термидорианский конвент, потом директория, потом директория. Директория. Да, тогда просто во главе республики находилась директория. То есть, вот вроде бы сейчас довольно смешно звучит, но не было поста президента республики, а был пост директор республики. Да, так сказать, вот было пять директоров республики, директоров, руководителей. Что представляла собой вот этот термидорианский конвент, директория, что представляла собой их политика с 1794 по 1799 год? Термидорианский конвент и директория – время, когда к власти во Франции пришли люди, которые хотели с одной стороны сохранить выгодные им завоевания революции, отмену сословных привилегий, гражданское равенство, свободу предпринимательства, неприкосновенность частной собственности и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, они хотели покончить со всеми этими революционными эксцессами, революционным террором, всякими ограничениями в виде максимумов, в виде принудительных цен, твердых, в виде каких-то других революционных ограничений. То есть, это пришла более умеренная революционная группировка. Более умеренная революционная группировка. Вот эта умеренная революционная группировка состояла, прежде всего, из тех людей, в основном буржуа, предпринимателей, которые хотели, ну, грубо говоря, поживиться, которые хотели извлечь максимальную выгоду вот из сложившейся ситуации. То есть, период 1994-1999 годов, так если очень примитивно его называть, это время такого безудержного сколачивания состояний. Это время, когда, так сказать, вот эти, так сказать, новые богатые, именно тогда, именно в эти годы появился этот термин «нувориш», да, «нувориш», то есть новые богатые, так сказать, когда вот, так сказать, люди там скупали поместья бежавших феодалов, когда, так сказать, из ничего, так сказать, создавались, так сказать, там финансовые, промышленные и, так сказать, прочие империи. То есть, это действительно время такой вот безудержной, безудержной гонки за собственностью. Безудержной гонки за собственностью. При этом лидеров термидорианского конвента, ну, давайте я вам несколько фамилий напишу, это Барас Тальен, Барас Итальен, ну, Барас Тальен, третья еще фамилия, что более длинная, Буасси Дангла, они хотели закрепить то, что им было выгодно, и отменить вот эти вот перегибы якобинцев, вот чего они хотели, да, они хотели, как бы, остановить революцию, вот что они хотели. Они хотели оставить то, что было выгодно им, и убрать то, чего им было невыгодно. То есть, им было выгодно, скажем, там, отмена сословий, да, они эту отмену сословий оставили. Им была выгодна отмена феодальной собственности, они ее оставили. Им была выгодна конфискация королевских, там, церковных, синериальных и прочих земель, они ее оставили. А вот там им было невыгодно, скажем, регулирование цен, они отменили регулирование цены. Им там было невыгодно установление, там, каких-то состояния, они это дело убрали, да. Им там были невыгодны какие-то другие чрезвычайные меры, они тоже, значит, это дело все, так сказать, То есть они оставили то, что было выгодно, прежде всего, классу буржуазии, любому имущему классу, не только буржуазии, но и ремесленникам, крестьянам, это они оставили. И политику, которую проводили Барас Тальен Буаси Дангла, стоявший во главе Термидорианского конвента и директории, называют политикой качелей. Почему их называют политикой качелей? Почему их называют политикой качелей? Качелей потому, что они как бы балансировали, с одной стороны, они были направлены против монархистов, против противников революции, и если противники революции им угрожали, продолжались и войны, продолжались какие-то внутренние мятежи, та же самая Ван Дея, те же самые заговоры, они очень четко всех, кто пытался королевскую власть восстановить и восстановить старый порядок владения землей, восстановить что-то старое, они против тех очень четко ополчались, очень четко выступали. Бараса, Тальена, Буаси Дангла и всю эту компанию, они были взяточники, они были казнокрады, они были беспринципные политиканы, можно их упрекать в таких вещах, но они не были трусами. Они очень четко знали, что да, мы это получили, мы получили это от революции, мы будем это защищать, мы будем защищать в том числе свою собственность и ради этого готовы идти на определенные жертвы, и короля нам не нужно. То есть в этом смысле они выступали за сохранение, за воевание революции. С другой стороны, они боролись, которые предлагали там все у всех отнять, все поделить, да, значит, таких тоже было очень много, и бешеные так называемые абертисты и прочее, и прочее. И много было таких левацких, скажем так, группировок, которые говорили, да, что надо вот там раздавать собственность всем поровну, что нужно замораживать цены, что нужно там пусть все правенства пройдется по головам богачей. Значит, естественно, против этого они тоже выступали, выступали тоже достаточно активно. Поэтому периодически им, так сказать, приходилось то сторонниками короля конфликтовать, так сказать, подавлять их выступления, которые были то, значит, вот эти вот левацкие всякие, так сказать, выступления тоже подавлять. Поэтому и называют политика, поэтому и называют политика качелей, политика качелей. Следующий важный момент касается того, что все это время, с 1994 по 1999 год, продолжалась война. Не надо забывать, что мы еще говорим о войне. И войну надо было вести. И в этой ситуации, именно в эти годы, с 1994 по 1999, все большее значение приобретают военные, приобретают генералы, командующие французскими армиями, которые становятся довольно крупными, заметными фигурами. Довольно крупными, заметными фигурами. Генералов было много. Это были в основном молодые и даже очень молодые, для генералов молодые люди, которые благодаря революции смогли из очень низких слоев, из очень простых семей выйти в люди. И сделать благодаря революции блестящую военную карьеру. И вот эти генералы становятся весьма заметными фигурами. Это и генерал Ажеро, один из революционных генералов. Это генерал Массена. Еще один генерал, запомните эту фамилию, запомните, вы ее знаете, конечно. Но именно этот генерал, кажется, удачливее других, это генерал Бонапарт. Генерал Бонапарт. Ожеро, Ожеро, Массена. Собственно, вот эти войны, которые Франция продолжает вести, они действительно приносят славу, которые приобретают все большую и большую популярность. Генерал Бонапарт. Ну, звали его, как вы, надеюсь, знаете, Наполеон Бонапарт. Так вот, генерал Наполеон Бонапарт, 27-летний военный. Он в 27 лет стал командующим одной из армий. Получил генеральский чин еще раньше. Так вот, 27-летний генерал Бонапарт прибывает к армии, которая должна вести боевые действия против Италии, находит несколько тысяч голодных, разутых, раздетых солдат, находит способ, очень простой, вдохнуть в этих людей уверенность в своих силах, привести их к победе. Принцип был очень простой. Генерал Наполеон Бонапарт придерживался той точки зрения, что война должна кормить войну. И никак иначе. Война должна кормить войну. Совершенно верно. И выиграл. И выиграл, потому что он не произносил каких-то революционных речей, от которых армии уже устали, что там солдаты, пойдемте, понесем свободу под обощенным народом. Он сказал очень просто, солдаты, пойдемте в хорошую страну, где вы будете хорошо жить, где я поведу вас в богатейшие края Европы и так далее. Все будет хорошо. И солдаты ему поверили, и он совершил свой знаменитый первый итальянский поход. За шесть дней было одержано шесть побед. Ну, это такое, скорее, преувеличение, строго говоря, не шесть дней, конечно, но вошли в историю. Шесть побед за шесть дней. Переход французской армии в Северную Италию, где господствовали австрийцы. Победа сначала над итальянскими войсками, потом над австрийскими армиями. Благодаря блестящей первоитальянской кампании генерала Бонапарта Франция оккупирует Северную Италию и выводит австрийцев из войны. В конце 1797 года австрийцы подписывают мирный договор. В результате вот эта антифранцузская коалиция огромная начинает разваливаться. Молодой популярный генерал Бонапарт, который действительно отличался большими амбициями и большими талантами, начал пугать директорию. То есть с одной стороны директорию очень нравилось, что вот он одерживает победы, что он присылает во Францию контрибуции, которые он берет с завоеванных стран, что благодаря усилиям Бонапарта Италия фактически стала профранцузской. Там в Италии были разглашены так называемые дочерние республики, которые по французскому образцу приняли конституцию и объявили о том, что они являются союзниками Франции и так далее. Собственно, именно благодаря генералу Бонапарту мы сегодня в Лувре можем любоваться гигантскими коллекциями итальянского искусства. Но, тем не менее, генерал беспокоил политическое руководство Франции, беспокоил директорию. Решили, что надо бы генералу найти какое-нибудь дело, желательно подальше от Франции. Поскольку Австрия из войны вышла, Пруссия из войны тоже уже стала выходить, войну с Францией еще ввела Англия. Вот возникла такая идея нанести удар по английским колониям, по английским владениям и с этой целью постараться захватить Египет. Постараться захватить Египет как страну, лежащую на путях в Британскую Индию. Расчет директории был очень простой. Давайте вот этого молодого генерала Бонапарта, горячего такого, туда отправим. Если он добьется успеха, ну мы этот успех используем, это нам же будет хорошо. Ну а если он там сложит голову, ну одной проблемой для нас будет меньше. В 1798 году состоялся так называемый Египетский поход. Египетский поход, когда французская армия, небольшая экспедиционный корпус, 38 тысяч человек примерно, под командованием генерала Бонапарта был отправлен в Египет. Был отправлен в Египет. Ну удалось им достичь Египта, удалось там высадиться, удалось разбить турецкие войска, которые пришли на защиту. Египет формально был турецким владением. И одержана очень легкая победа в битве красивым названием «Битва при пирамидах». Вот в битве при пирамидах, значит, были разбиты генералом Наполеоном Бонапартом турецко-египетские войска. Но выяснилось, что, собственно, сама египетская операция не имеет какого-то большого смысла, потому что англичане благодаря своему флоту смогли блокировать французов в Египте. И, в общем, деваться тем было из Египта. Особенно некуда они пытались там пробиться в Сирию, но не очень удачно. В то же время, в 1798 году, пользуясь тем, что часть французской армии оказалась в Египте, была сформирована в основном англичанами новая, так называемая вторая антифранцузская коалиция, куда вошли и Россия, и Австрия, и Швеция, и Турция, и южно-итальянские государства. То есть все, кто был недоволен вот этой усилившейся Францией. Главная борьба развернулась в Италии, значит, Наполеона нет, и решили Италию, Наполеона Бонапарта нет, и решили, значит, нанести удар по французам в Италию. Туда вторглись и австрийская армия, и, как вы, наверное, помните, в 1799 году, и русская армия под командованием Александра Васильевича Суворова пришла в Италию. И, значит, занимались, собственно, при всем уважении к великим полководческому гению Александра Васильевича Суворова, занимался, ну, в общем, там тем, что как бы выгонял из Италии французов для того, чтобы в Италию вошли австрийцы. В общем, работал он, так, мягко скажем, не на себя, а скорее на, вот, так сказать, против французов. Но, не менее, выдающиеся победы Суворова как раз помогли французов из Италии выгнать, австрийцам они помогли в Италию войти обратно, и, в общем, ситуация во Франции снова стала сложной. Тем более, что, ну, война продолжается, значит, проблемы обострились, там, заговоры всякие возникали против директории. А самое главное, самое главное, что внутри страны вот этот период такого первоначального накопления, первоначального дележа, первоначального сколачивания состояния уже прошел. В общем, все, что можно было украсть, уже украли. Все, что можно было поделить, поделили, там, что, что можно было скупить, скупили. Теперь нужна была какая-то сильная власть, чтобы она обеспечила, вот, гарантировала вот эти состояния. И в этой связи Наполеон Бонапарт очень четко почувствовал момент. Он в 1999 году покидает Египет, покидает свою армию на одном корабле, проскальзывает мимо английских военных судов, которые караулили его, и возвращается во Францию. И осенью 1799 года генерал Наполеон Бонапарт совершает очередной военный переворот. Осенью 1799 года, поскольку тогда еще действовал революционный календарь, это был переворот 18-го Брюмера. 18-го Брюмера. Код 18-го Брюмера, 18-го Брюмера 8-го года генерал Наполеон Бонапарт фактически совершает военный переворот. Ну формально там было все обставлено по закону, то есть там собрался законодательный корпус, они проголосовали за то, что они передают власть так называемым трем консулам республики. Ну естественно они сделали это под нажимом военных. И вот с 1799 года устанавливается политический режим, новый политический режим, который получил название консульства. Отныне вся власть во Франции принадлежала консулам и прежде всего первому консулу французской республики. Было прямо прописано, что первым консулом французской республики является генерал Наполеон Бонапарт. Генерал Наполеон Бонапарт является первым консулом французской республики. И фактически вот с осени 1799 года устанавливается режим личной власти Наполеона Бонапарта. Просто, ну так, для справки, он сначала назывался консульством, сначала назывался консульством с 1799 по 1804, это консульство. А в 1804 году Наполеон Бонапарт объявит себя императором Франции, поэтому режим будет называться империей. Но суть режима от этого не изменится. Консульство и империя – это просто название режимов личной власти Наполеона Бонапарта в общей сложности с 1799 до, там будет перерыв, но до июня 1815 года. Если брать 100 дней, либо до 1814, если брать основное его поравление. Режим консульства и империи. Что нужно иметь в виду, когда мы говорим о режиме консульства и империи? При всем при том, что вроде бы внешне и на словах речь идет о восстановлении монархии, значит, это не было никоим образом восстановление старой дореволюционной монархии. Это был именно режим личной власти Наполеона Бонапарта, но при этом не произошло, вот это чрезвычайно важно, не произошло возврата к дореволюционным порядкам. К дореволюционным порядкам. Да, в политике, в политике, действительно, политические свободы, в общем-то, были ограничены. Ну, формально там сохранялись и выборы, и всеобщее избирательное право, и всякие там законодательные органы, вот, но, как бы, право-то сохранялось, выборов не было, да. Или выборы носили, ну, такой довольно формальный, официозный характер, какие-то там проводились иногда плебисциты, где там нужно было прийти, открыто за кого-то проголосовать, ты за или нет, как бы, да. Но, в принципе, такое вот общее решение, да, то есть реально политической борьбы там не было. И, в общем, политическая сфера была Наполеоном, ну, так сказать, монополизирована, никакой оппозиции, ну, оппозиция была очень слаба, так сказать, там все оппозиционные газеты были закрыты. И, в общем, так сказать, этот момент Наполеон очень четко контролировал. С другой стороны, социальная и экономическая сфера, они, как бы, так сказать, здесь сохранялась полная свобода, свобода предпринимательства. Здесь, естественно, не произошло никаких изменений по сравнению с тем, что было в революции, то есть Наполеон как раз сохранил, излепил все завоевания революции. То есть получил ты во время революции землю, значит, она закрепилась за тобой. Сколотил ты во время революции состояние, оно закрепилось за тобой, да, так сказать. То есть произошла такая вот стабилизация экономическая и стабилизация социальная. Стабилизация социальная. В то же самое время Наполеон, стремил Наполеон Бонапарт, стремился привести страну к национальному примирению, поскольку действительно было очень много разных группировок. Он стремился к тому, он произнес такую знаменитую фразу, между 18 и 19 Брюмера я воздвиг каменную стену. 18 Брюмера у меня были политические и политические противники, 19 Брюмера у меня уже нет сторонников и противников. Я буду как бы править для всех, да, так сказать, я буду стремиться отвечать интересам всех. И действительно он стремился и революционеров как бы привлечь на свою сторону и тех иммигрантов, которые, тех контрреволюционеров, которые были готовы его признать, признать его власть, признать те изменения, смириться там с потерей собственности и так далее. Он тоже готов был, как говорится, привлечь к себе, привлечь на службу во Францию и так далее, и так далее, и так далее. При этом, хотя с 1804 года он стал императором, монархия, монархия Наполеона, это монархия уже нового типа, это гражданская монархия, это буржуазная монархия, если хотите. Это монархия, которая не означает нарушение принципов гражданского равенства, это монархия, которая не означает восстановление сословных привилегий и так далее, и так далее. И сам Наполеон Бонабарт, и будучи первым консулом, и став императором, Наполеоном Третьим, это всегда подчеркивал, подчеркивал, что его монархия это монархия демократическая, монархия народная, монархия, которая существует в интересах всех французов. Что касается внутренней политики, нужно иметь в виду, что Наполеон нормализовал отношения с иммигрантами, он нормализовал отношения с церковью, в частности, в 1801 году был заключен конкордат с римским папой, который признал власть Наполеона, а Наполеон за это признал католичество. Такой компромиссной была найдена формулировка, французское государство признает католичество религии подавляющего большинства французов. То есть, вроде бы, речь и не шла о государственной религии, но речь шла о таком компромиссе между церковью и властью. Очень важной задачей было упорядочение законодательства. В марте 1804 года специальная комиссия во главе с самим Наполеоном Бонапартом разработала так называемый Гражданский кодекс. Гражданский кодекс. Или, как его часто называют, Кодекс Наполеона. В дальнейшем этот Гражданский кодекс был дополнен еще и Уголовным и Коммерческим кодексом. Это очень важный документ, Гражданский кодекс или Кодекс Наполеона 1804 года. Это в очень четких формулировках был создан свод гражданского, такого вот буржуазного, либерального, уже не сословного, а уже общенародного, демократического, такого общегражданский свод, общегражданского права. И этот кодекс, он до сих пор очень активно используется. И многие страны во всем мире свои законы, свои кодексы, свое гражданское законодательство списывают вот с этого кодекса 1804 года. То есть это такой вот образцовый документ, если хотите. И сам Наполеон уже на закате своей жизни очень высоко ценил и говорил о том, что все мои полководческие таланты могут быть забыты. А вот из того, что я совершил в этой жизни, главным памятником останется Гражданский кодекс. Действительно, Гражданский кодекс – очень ценная вещь. Наполеон провел централизацию государственного аппарата, создал и очень мощную профессиональную армию, создал мощный государственный аппарат, достаточно мощную полицию. В принципе, он же создал благоприятные условия для экономического развития. Я уже сказал, гарантировал крестьянскую собственность, гарантировал возможности для предпринимателей спокойно вести свой бизнес. И, в общем, при Наполеоне во Франции устанавливается, если хотите, социальный мир. Социальный мир, потому что и крестьянство, и ремесленники, и рабочие, ну, в общем, подавляющее большинство населения, в общем, были довольны существующей ситуацией, были довольны существующим режимом. Были довольны существующим режимом. И, в принципе, достаточно больших успехов и промышленность французская экономика, французская, достигли при Наполеоне. Он же поддерживал инфраструктуру, при нем был создан, в частности, французский банк, существующий по сей день. В 1800 году был создан французский банк, при нем была упорядочена финансовая система и так далее, и так далее. То есть этот момент. Что касается внешней политики. Что касается внешней политики. Наполеон пришел к власти в 1799 году в довольно сложный период, когда снова вся Европа сплотилась против Франции. И поэтому одной из первых задач его стала борьба со второй коалицией. В конце, точнее, в 1799, а фактически уже в 1800 году, Наполеон Бонапарт совершает свой второй итальянский поход. Второй итальянский поход. К этому времени русская армия уже ушла из Италии, значит, там оставались австрийцы. Австрийцы были снова разбиты. Наиболее известное сражение – это битва при Маренго. Но командующий французский генерал Моро разбил австрийцев при Горгенлиндене в Германии. И в уже 1801 году Австрия, Россия, а затем и другие страны стали выходить из войны. И даже с Англией в 1802 году война закончилась. Война закончилась. То есть Наполеон, так сказать, сдержал свое обещание. Он сказал еще в момент прихода к власти, что вот когда я приду к власти, я добьюсь мира. И действительно мира он добился, быстро нанеся поражение коалиции и заставив коалицию заключить мирный договор. Окончательный мир 803 – это Амиенский мир с Англией. Фактически уже с начала 1801 боевых действий не было, потому что уже в феврале 1801 был заключен люновильский мир с Россией и Австрией. Формально до 1802 года продолжалось состояние войны с Великобританией. Чрезмерное усиление Франции в Европе было невыгодно очень многим державам. И Англии, и Австрии, и России, и Пруссии. Особенно Англии, Австрии и Пруссии. Англия видела во Франции конкурента, достаточно опасного. То же самое касалось австрийцев, которые не хотели расставаться с территориями в Италии. В то же самое время, конечно, и у самого Наполеона были достаточно агрессивные планы и в отношении соседних стран, и в отношении Англии. И мир, который установился, он не был долгим миром. Уже в 1804 году наметился кризис в отношениях Англии и Франции. И в этой связи у Наполеона возникает план не ждать, пока англичане сколотят на свои деньги какие-то новые антифранцузские группировки, а нанести удар непосредственно по Англии. В 1804 году создается план высадки на Британских островах. Ну, конкретно там поводами были и отказ англичан освободить Мальту, и расстрел по приказу Наполеона одного из лидеров роялистов, герцога Энгиенского. Если вы помните, с чего начинается роман Толстого «Война и мир», то там они когда-то обсуждают судьбу этого несчастного герцога Энгиенского. Герцог Энгиенский был безобидным человеком, но он использовался непримиримыми противниками Наполеона как знамя, как символ. Поэтому он был захвачен и расстрелян по приказу Наполеона. И, в общем, все это приводит к новому кризису международному. К новому международному кризису французская армия летом 1804 года разворачивается на северо-западном побережье Франции. Ну, если кто-то из вас бывал в Нормандии или в Пикардии, Англия видна в хорошую погоду, достаточно ясно. То есть, в принципе, план Наполеона был вполне реализуем. Собрать много мелких судов, задержать английский флот и за один день, как он говорил, мне нужен один день тихой погоды, и за один день можно переправить здоровому мужчине на веслах. В общем, там за один день можно перегрести ламан, что сказать, при тихой погоде. Но вот этого одного дня не было, потому что англичане очень хорошо чувствовали ту опасность, которая над ними нависла. Приложили все усилия, чтобы эту опасность отвести. Чтобы эту опасность отвести, отвести прежде всего тем, чтобы заставить другие страны нанести удар по Франции в Европе и заставить Наполеона отказаться от планов вторжения на Британские острова. И действительно, в 1805 году Англии удалось сколотить очередную антифранцузскую коалицию, и Австрия, и Россия выступили против Наполеона. Наполеону пришлось свернуть свою армию, покинуть Булонский так называемый лагерь напротив Англии, на побережье которой находился, и отправиться снова воевать с австрийцами и с русскими. Наполеон совершил блестящий ульмский маневр, и в результате ульмской операции он заставил капитулировать австрийскую армию. Ну а уже в декабре, 2 декабря 1805 года, в знаменитой битве под австрийцем на территории, несмотря на то, что русско-австрийские войска имели почти двукратный перевес, Наполеону удалось нанести сокрушительное поражение объединенной русско-австрийской армии 2 декабря 1805 года в битве под австрийцем. Англичане, как говорится, своего не упустили, пользуясь тем, что Наполеон был занят в Европе, англичане смогли мобилизовать свои военно-морские силы, у них, конечно, флот был чрезвычайно силен, и в том же самом конце 1805 года британский флот под командованием знаменитого адмирала Горацио Нельсона разбил объединенный франко-испанский флот у мыса Трафальгар в Испании, и, собственно, вот это поражение франко-испанского флота от английского флота у мыса Трафальгар, оно как бы поставило крест на планах вторжения Наполеона, на планах вторжения в Англию. Собственно, с этого момента, с момента Трафальгарской битвы, собственно, и до, там, фактически, конца 19 века ни одной европейской континентальной стране не удавалось создать, так сказать, мощного флота, который мог бы реально угрожать Великобритании, который мог бы реально угрожать Великобритании. Однако после этого, после 1805 года, череда конфликтов не остановилась. В 1806 году против Наполеона выступила Пруссия, выступила Пруссия, но никакой долгой и затяжной войны не получилось. В двух сражениях, сражении при Иене и сражении при Ауэрштадте, Ауэрштадт. В двух сражениях, сражение под Иеной и сражением при Ауэрштадте, прусская армия была разбита французами. Под Иеной командовал сам Наполеон, под Ауэрштадтом командовал один из наиболее талантливых его военачальников, маршалов Луи Николя Даву. В 1806 году, разбив Пруссию, Наполеон попытался нанести удар по Англии экономический, и в 1806 году, находясь в Берлине, в столице Пруссии, подписал декрет о континентальной блокаде, где говорилось о том, что все экономические сношения с Англией запрещаются. Британские острова должны быть блокированы, все экономические контакты между Европой и Англией должны быть прекращены. В 1807 году, в следующем, Наполеон продолжал, ну, разбил Пруссию, да, но продолжал еще воевать с Австрией и Россией, с Австрией и Россией, однако довольно быстро смог нанести удары и по австрийцам, и по русским войскам. Там было весьма кровопролитное сражение при Прейсиш-Эйлау, при Прейсиш-Эйлау, и сражение в июне 1807 года под Фридландом, сражение под Фридландом. Сражение при Прейсиш-Эйлау, ну, редко бывают сражения, закончившиеся в ничью, но вот действительно сражение при Прейсиш-Эйлау не выявило, не принесло победы ни французской, ни русской стороне, однако сражение под Фридландом все-таки закончилось в пользу Наполеона, после чего было принято решение о начале переговоров, о начале переговоров между Россией и Францией. И летом 1807 года такие переговоры состоялись, состоялась встреча императора Наполеона и императора Александра I в Тильзите, Тильзит, пограничный город, ну, тогда он находился на границе России и Пруссии, и граница эта проходила по реке Неман, по реке Неман. Сейчас в этом месте проходит граница Литвы и Калининградской области в составе Российской Федерации, и так вот получилось, что тогда, в 1807 году, тот берег, который тогда был русским, он сейчас литовский, а вот тот, который тогда был французским, он сейчас принадлежит России, потому что это часть Калининградской области, да, ну, вот так, такой довольно любопытный момент. Ну, вот на Немане, на реке был сооружен плот, и вот на этом плоту, как бы на такой вот нейтральной территории состоялась встреча Александра и Наполеона. Встреча оказалась довольно продуктивной в том смысле, что оба императора в тот момент, конечно, не испытывали больших симпатий друг к другу, но понимали бессмысленность продолжения дальнейшей войны между Францией и Россией и договорились о заключении мира, о разделе сфер влияния в Европе. Фактически Наполеон становился, как бы, так сказать, гегемоном в Западной Европе, но при этом Александр I получал свободу рук на границах Российской империи и был заключен Тильзитский мирный договор, причем это был даже не только мирный договор, но там речь шла даже и о возможном военном союзе между Францией и Россией. Собственно, вот Тильзитский мир, это, наверное, с одной стороны тоже стабильность в Европе, а с другой стороны это тоже высшая точка французского господства в Европе при Наполеоне. При Наполеоне Австрия и Пруссия были разбиты, были фактически зависимы от Наполеона. Россия вот стала из врага, превратилась в союзника. Мелкие германские государства тоже зависели от Наполеона из мелких германских государств. Он создал так называемый Раинский союз, Раинский союз государств в западной части Германии. Кстати, западная Германия довольно большое влияние, когда-то испытала, французской революции, наполеоновских войн, и там действительно реформы были важны и проведены при Наполеоне именно в западной части Германии. То есть Наполеон действительно господствовал в Европе. Однако вот это господство в Европе, оно оказалось не очень стабильным и не очень долгим. В 1808 году Наполеон совершает, может быть, одну из наиболее роковых своих ошибок. Наиболее роковых своих ошибок он пытается поставить под свой контроль Испанию и Португалию. Испанию и Португалию. Испания и Португалия – это далеко не самые передовые страны. Это страны, где, скажем, идеи французской революции популярными никогда не были, в отличие от Италии и Германии, например. Это страны, где Наполеон столкнулся с очень упорным сопротивлением не со стороны, скажем, армии профессиональных. Испанская армия была слабая, но и довольно быстро и легко разбил. А с неприятием населения, неприятием населения. Это было впервые, потому что, в принципе, и в Италии, и в Германии Наполеон с сопротивлением населения не сталкивался. Не сталкивался, наоборот, население, в общем, поддерживало тот режим, который французы устанавливали. А тут произошло наоборот. Тут произошло наоборот. Население категорически не приняло появление французов в Испании. В Испании началась довольно активная партизанская война. Она в Испании получила название «герилья». Если кто-то испанский язык учит, то «гера» по-испански «война», а «я» — это уменьшительные суффиксы. Маленькая война, войнушка. Герилья, маленькая война. И от этой маленькой войны французы внесли очень большие потери, потому что действительно христиане, кто угодно, нападали на французские войска. И это все было весьма и весьма болезненно, весьма и весьма тяжело. Но, тем не менее, пока еще Наполеон был, конечно, чрезвычайно силен. Он надеялся на то, что ему удастся подчинить и Испанию, и Португалию и сохранить господство в Европе.